Сегодня в ролике расскажем о тонкостях установки мощного камина и его подключения к высокому дымоходу. О том, как вывести дымоход через стену из пенополистирол-бетона, смотрите далее. Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале Форнаксфилм. И сегодня мы находимся в ТСН-порт Пичуги, где будем монтировать Сибирь-12. На данном этапе мы подготовили притопочный лист на пол, поклеили плитку, сделали расшивку и подготовили отверстие в стене для выхода дымохода. По традиции нужно подогнать по размеру стартовый элемент дымохода. Подрезав трубу, примеряем собранные элементы. Проверяем, чтобы ось горизонтального участка трубы была строго соосна отверстию в стене. После вновь разбираем конструкцию и промазываем места соединения термостойким герметиком. Наносится герметик для уплотнения соединений, чтобы не было подсоса воздуха дополнительного из помещения. Досмотрите ролик до конца, и Евгений еще не раз будет давать дельные советы и комментарии. Все готово для вывода дымохода через стену. Внимательные зрители уже заметили, что материал стен – пенополистирол-бетон. Он устойчив к горению, поэтому проходной узел не делаем. Но и в этом случае есть определенные нюансы. Кстати, на нашем канале есть полезное видео о том, как проходить потолочные перекрытия и как выводить дымоход через стену деревянного дома. Так что не забудьте подписаться. Горизонтальный участок дымохода лучше не делать слишком длинным. У нас хоть и высокий дымоход, но проблемы с тягой нам ни к чему. И не допускайте отрицательного уклона. А вот важный момент. Пространство вокруг трубы дополнительно защищаем коалиновой ватой. Сэндвич хоть нагревается и не сильно, но в материальной стены есть пенополистирол, который при нагреве может выделять вредные вещества. Поэтому подстрахуемся и защитим материал стен от нагрева. Старт расположен слишком близко. Мы не сможем поставить и хомут, и юбку. Делаем следующую процедуру. Декоративный фланец, окрашенный в цвет дымохода, прикрывает место выхода. Внутри дома у нас все готово, так что идем на улицу. Снаружи место выхода также закрываем фланцем. Вертикальную часть дымохода удобнее собирать на земле. Тройник закрепляем на монтажной площадке, закрываем нижний торец тройника заглушкой и фиксируем ее хомутом. Для того, чтобы снять нагрузку с горизонтальной трубы, дымоход необходимо закрепить к стене дома. По уровню монтажной площадки примеряем место крепления стеновых кронштейнов, к которым впоследствии прикрепим дымоход. Самое сложное – это высотные работы. Чтобы исключить вертикальное отклонение дымохода, его нужно закрепить к стене телескопическим кронштейнером. Последнюю пару сэндвичей собираем на земле. Надеваем оголовок с дефлектором и осторожно водружаем всю эту конструкцию на место. Да, пишите нам в WhatsApp, поможем подобрать для вашего дома отопительный прибор и дымоход. Дымоход выступает над кровлей почти на 2 метра. Закрепим его распорками к крыше. И последний штрих – пройдемся герметиком по фланцу, чтобы осадки не проникали вместо выхода дымохода. Вот и подошел к концу второй монтажный день, где была смонтирована Сибирь-12. В процессе монтажа особых сложностей не было, не считая креплений со стороны фасада к зданию. Кронштейны и монтажную площадку. День завершен успешно. Камин Сибирь-12 может обогреть большой дом объемом до 300 кубических метров. Мощное тепло выходит из конвекционных решеток в верхней части камина, а стекло огромной дверцы будет всегда чистым благодаря системе «Чистое стекло». Смотрите полный обзор на камин на нашем канале и не забывайте подписываться. Ну и, друзья, до новых встреч!